Всем привет, друзья! С вами SkyNet. В следующей ролике я вам расскажу, как правильно выбрать SSD, на что нужно обращать внимание и какой фирмы, соответственно, нужно его выбирать. Итак, погнали! В первую очередь, это, соответственно, фирма. Не каждая фирма прямо рука. Есть и рука жопы, которая тоже пытается рекомендовать себя как-то на рынке и выпустить более какие-то крутые виды своих SSD. Но на практике показывает то, что нихрена их SSD, как говорится, не тащат. Наиболее зарекомендованные фирмы в плане разработки SSD это Adata и Hitachi. В принципе, эти две фирмы наиболее давно уже работают с флешками, уже давно на рынке в плане разработки вот этих вот самых SSD-шников, флешек. И достаточно хорошие показатели они, в принципе, выдают. Но все остальные фирмы это, как бы сказать, не пришей рукав. Итак, не рекомендую, крайне не рекомендую брать. Сам лично столкнулся с этой проблемой, соответственно, и друзья мои тоже не советуют их брать. Это AMD-шные SSD-шники и SSD-шники от Samsung. AMD-шники показал практически то, что они греются. Да, AMD-шники, походу, везде греются. Начиная от процессоров, заканчивая SSD-шники. То, что парням пришлось, скажем, устанавливать отдельный кулер на SSD. Вы представляете, кулер на SSD ставить. Ну и, соответственно, Samsung. Samsung недостаточно хорошо раскрывает потенциал своих SSD. То есть у них есть, идет рекомендация, то, что у них, скажем, 490 МБ у них вход, скажем, 480 выход. А на практике там где-то 300 варьируется, 330. Я же остановился на Адате, взял себе Адату, 6 ГБ у него пропускная способность. Как показывает тест, я уже тестил это с SSD, он у меня уже второй по счету. Получается, у меня вход 510 МБ, выход где-то 520-540 МБ. Мне, в принципе, вот за глаза и за уши этого хватает. Итак, это в секунду, обратите внимание. Идем дальше. На что нужно еще обращать свое внимание при выборе SSD? Во-первых, ну, подключение, да, то есть нужно быть с SATA 3. И самое главное, у них есть такая интересная технология. Не во всех SSD есть технология коррекции ошибок и выравнивания износов. В частности, вот в Адате он есть, к примеру, и тот, и другой. Что, в принципе, уже хорошо, это уже о чем-то говорит, да? Стоимость такого SSD, вот я брал на 240 ГБ, я его брал где-то за 5500, но это ценник месячной давности, наверное. Ну, в принципе, это основные параметры, на которые нужно обращать внимание при выборе SSD-шника. Как бы на этом все. Всем спасибо за просмотр. Кому что-то открыл новое, ставим лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok